Согласно правилам дорожного движения, заметив автомобиль спецслужб, будь то скорая помощь, пожарная машина или сотрудники правоохранительных органов с включенными проблесковыми маячками, водитель должен предоставить им преимущество в движении. По словам инспекторов, сознательность водителей в последнее время выросла. Отчасти это случилось благодаря ежемесячным рейдам. Как видите, в городе у нас, как школа началась, движение потоков очень много стало. И у нас цель первая, скорой помощи, чтобы доставили больных беспрепятственно, чтобы проезжали и доставили побыстрее, чтобы по больницам. Нарушителей меньше, да? Потому что водители привыкают из-за того, что, я думаю, ежемесячно проводим рейд именно маяк. Рейд проводится в целях усиления контроля за транспортной дисциплиной водителей на территории столицы. Так, карета скорой помощи в сопровождении сотрудников УПСМ проехала по центральным улицам города. В большинстве случаев водители уступали дорогу спецмашине, но нашлись и неразивые водители, которые не стали этого делать. Как итог, штраф 10 тысяч сомов. Скорость оказания медицинской помощи напрямую зависит от водителя. Ведь до адреса, откуда поступил тревожный звонок, он должен доставить медицинских работников как можно скорее. Но так получается не всегда. В последнее время многие водители стараются уступить дорогу. Просто на наших улицах слишком много транспорта. Но вместе с тем есть и водители, которые напрочь не хотят этого делать. Но они должны помнить, что в такие моменты счет идет на секунды. В результате рейдового мероприятия с водителями проведены профилактические беседы о недопущении подобных действий, а также составлены семь протоколов на общую сумму 70 тысяч сомов. Цель проверок – напомнить водителям, что от скорости, с которой врачи доберутся до места вызова, зависит жизнь человека.